Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. Your life is my life. И у меня закончились занятия. Мне вообще закончились, это было бы слишком хорошо. Ну, по порядку, по классу, наверное. Да, наверное. Погнали, что-то мы делаем. Учительница по феминизму сделала нам прям такой добренький подарочек. Нам в пятницу нужно было третью работу. Не в пятницу, в воскресенье пятого сдавать третью работу. Но она решила отдать нам еще неделю. Мы еще неделю проговорим, поработаем об этом над этими вопросами в классе, и потом в следующее воскресенье, двенадцатого числа нужно будет опубликовать ее. Работаем именно сейчас над такими сложными вопросами о том, как то, как СМИ может негативно или позитивно влиять на, ну, как бы, на женщин. То, как вот СМИ представляют женщин, как оно потом может негативно или позитивно влиять. Ну, вы все вопросы рассматриваете, как весь мир плохо влияет на женщин. Все плохо, короче. У всех все плохо. Вот. Все, что не делается в мире, все делается против женщин. Вот весь мир. Ну, вот создается немножко, конечно, такое впечатление. Потому что работая над... Этот вопрос... Моя работа будет состоять из двух вопросов. Вот первый, вот этот. И второй. Откуда берутся корни насилия? Вообще, в чем корень насилия над женщинами, как бы? Ну, откуда он взялся? Корень зла. Да, как-то зародилось, как бы там, ну, вот, как-то так, в общем, нужно это расценивать. Потому что мужчины издревле приносил мясо в пещеру. А кто приносил еду, тот был главным. Ну, мы вообще сейчас как-то больше... Я понимаю из того, как она подает материал в красе, что мы все-таки рассматриваем это, знаешь, в каких... В каком аспекте, да? Что темных женщин, цветных женщин больше насилуют. По процентам мы просмотрели офигенную статистику. Да. А я думаю, это потому что связано с тем... С рабством это связано. Что основная масса живет в более неблагоприятных районах. Нет, ты знаешь, Сереж, все это еще заложено стереотипами, которые еще были во времена рабства, когда белому хозяину считалось и нормальным, и позволительным насильно взять женщину. Во-первых, все, кто рождались от рабынь, они автоматически становились рабами. И это фактически чуть ли не приветствовалось в то время размножить темнокожую рабыню. Типа как разведение своего хозяйства. Ну, как бы да, ты приумножаешь свое хозяйство, как говорят. И... А то, что твой ребенок проблем становится? Ну, он не твой. Как бы вот твой, это когда твоей белой женщины, которая вышивает крестиком. А этот как бы не твой. Вот. Опять же, это вот... Я понимаю, что она хоть... Она вот правильно нас подводит к тому, чтобы мы все-таки сконцентрировались на проблеме цветных больше женщин. Вот. Ну, вот как-то она так подает материал, что как будто вот у меня сегодня сражилось под конец класса, да, впечатление, что вот как бы белых женщин вообще проблем нет, как бы все у них нормально. Ну, видимо, так как это больше проблем, скажем, у цветных, над ними больше работают. Что? Опять же, я понимаю, что ко второму своему вопросу я могу вот, ну, не приплести, а работать над тем, чтобы включать туда вот этот стереотип у латинских женщин. Что так как их считают раскрепощенными, их везде подаются, ну, что горячая девчонка, да, что как бы считается, что она фактически чуть ли не сама провоцирует на насилие. Вот. Так же корень нет. Ну, в общем, я для себя уже вижу примерно, как я буду отвечать, как я что буду оформлять в этой работе. Ну, в общем, сегодня, когда мы вот читали, не читали, она нам рассказывала лекцию о временах, когда было рабство, и о последующих временах, и как это вот все, в общем, как-то это все так жутко и так нехорошо. И, в общем, хорошо, когда ты не ходишь на эти классы и не думаешь ни о чем таком, да, у тебя тогда вообще все хорошо. Ну, потому что эти все вещи начинают... Будоражить психи. Ну, дело в том, что когда шла на этот класс, я думала, ну, как сказать, я думала, что вот я сейчас буду учиться, да, ну, какая-то фигня, буду в себя это вкладывать, чтобы написал и забыл, да. Ну, когда на самом деле начинаешь думать про это все, это становится... Ну, это же не хуже, чем передачи, которые ведет там этот Малахов или кто-то, где рассказывает про неблагополучные семьи. Нет, это не то, что сегодня нам рассказал учительница по часу до вывода. Мы сейчас к этому дойдем. Я еще хочу, чтобы ты сказала, что насколько лояльно учитель относится вот к выполнению работы, вот эти постоянные переносы и бла-бла-бла. Ну, она сегодня вообще у нас очень тормозила и под конец, говорит, вообще кто-нибудь сталкивался, говорит, с такой, говорит, проблемой, как, типа, она это назвала mental frozen, типа, замораживанием, ну, типа, ума. Говорит, что-то у меня сегодня такая проблема есть. Ну, я, говорит, соберусь к понедельнику и мы поговорим об этом. Она периодически забывала о том, вот что-то говорит, говорит, хоп, задумывалась о чем-то. Да о любви она задумывалась. Ну, вот мне тоже кажется, что она уже ушла в подготовке к свадебе. У нее ломается психика и она не верит своему счастью. Ну, и о другом. Я о том, что вот постоянно переносятся сроки выполнения каких-то, ну, домашних заданий, скажем так. Да, это спокойно. И, опять же, можно всегда объяснить. Что студентам постоянно идут на какую-то уступку. Всегда можно объяснить учителю, по какой причине ты, допустим, не сделал. И хотя есть вот это вот четко, что сегодня не стал столько-то там процентов все снимать. Но если ты действительно объяснишься, то тебе... Ну, если она переносится, балычно снимаются? Нет, она сама переносится. Она просто нам эту дату сдачи, она ее перебинула и все. Потому что она считает, что мы у Мары об этом поговорили, что мы не готовы к этому еще, чтобы писать свои мысли как бы об этом. Прикольно. Прикольно у нас спецрок. Короче, сегодня он прям... Мы не успели еще с Сахарой нормально узнать, как у кого дура. Ну, в смысле, у нее и у меня. Так как мы встречаемся именно на этом классе. А он говорит, у нас урок уже как бы, говорит, заканчивается. Я думаю, блин, мы так быстро... Мы так много поговорили, так быстро урок закончился. Он говорит, ну, говорит, на самом деле, просто, говорит, сейчас ко мне приходит... Короче, я понял, что они тренерским составом устраивают себе какой-то ранч с просмотром какого-то футбольного мероприятия. И он говорит, вообще, нет, вы можете идти, но если кто хочет, может, у нас там будут снеки типа сода. Можете приходить к нам и посмотреть с нами какую-то там игру. Ну, в общем, я решила воздержаться. И ушла. Вот. Сегодня опять все затискали собаки на этого, которого как-то я фотографировала. Сегодня девушка это сидела. В общем, собака, она сама готова идти со всеми дружиться. И, в общем, она очень милая. Мне очень понравилась. Нравится она. Хорошая. Потом у нас начался класс. В общем, сегодня мы прорабатывали ошибки первого нашего экзамена. И она сказала, говорит, что я, говорит, вообще, блин, в принципе, благо в трансе, когда я проверяла его, сколько ошибок, сколько завалов типа на этом экзамене. Говорит, я просто, говорит, хочу вас предупредить, что второй экзамен гораздо сложнее. Готовьтесь. Читайте. Записывайте. Делайте записки. Готовьтесь. Поспите, говорит, хорошо. Поешьте хорошо. Потом она на полном серьезе сказала, что если у кого-то есть проблемы с едой, дайте мне, говорит, персонально, лично, мне на всю аудиторию знать об этом. В этот день я обеспечу вас раньше. Потому что, говорит, сон, типа, ну, короче, отдых, еда и, типа, блин, зарок того, чтобы ты нормально, типа, функционировал на экзамене. Что все будет очень сложно. Прямо, если честно, уже хоть ты не иди, блин, сломай себе ногу и не иди сюда. И вот. Она говорит, все будет очень серьезно, очень серьезные вопросы. И вот она, она говорит, чем могу, типа, помогу. Она говорит, с едой, говорит, я вам могу помочь. Но, говорит, уложить вас пораньше спать я не смогу. Поэтому, говорит, она сказала, что можно ей дать персонально знать. И она обеспечит перед экзаменом едой. Людей, кому надо. Вот. Ну, еще там она минут 15 втирала, как нам будет в среду, очень плохо. Ну, в смысле, очень тяжело. Потом она сказала, что она может будет проводить консультацию для тех, кто хочет получше подготовиться к экзамену, кто что не понимает по этим темам. Но это будет в понедельник с 11 до часа. Как раз тогда, когда у меня у физрука урок. Ну, я напишу ему письмо и не пойду к нему на урок, а пойду лучше на консультацию. Ну, потому что, скорее всего, он нас опять рано отпустит. Скорее всего, и ничего интересного не расскажет, поэтому... Ну, у него вообще много не пропустишь. Да, да. Если вдруг он будет рассказывать о еще каком-нибудь известном гольфисте, то придется пропустить это. Поэтому... Гольфист, я правильно сказала? Кто играет? Гольфист? Гольфист. Игроку по коль. Гольфист. Игроку по кольфу. Так что, я думаю, что если что, я пропущу. Попрошусь у него, я думаю, что он разрешит. Потому что у нас периодически пол краса нет. Постоянно у нас в красе я, а он и сахар будет. А, ну, сахар тоже иногда уходит. Еще два парня. А все остальные у нас за это... меня. Вот. А потом, вы перешли. Короче, мы и на этом классе подошли к теме родительского воспитания. и к злоупотреблению в семье физическими всякими вещами. И, в общем, рассказывать эту историю, от которой у нас полкраса с ворокардином сидела. В общем, она рассказала историю, которая случилась где-то, короче, это близко к нам. В смысле к нам? Ну, это, скажем, в нашей эре, если так правильно говорить, случилось. Несколько лет назад это было. Отец, разозлившись на двухлетнюю дочку, которая, ну, плакала, требовала своего внимания, которая не понимала, что он там просил её успокоиться, просил её там что-то, он её поднял за ноги и несколько раз ударил об пол. Ну, как, вот так, в общем, он её убил. Так вот, на этот момент в доме находились и бабушка, и мама девочки. И сейчас я немножко сделаю отступление. Перед этим она нам показала статистические данные. За последний год в США пострадала от домашнего насилия. Это не только со смертельным исходом, а, в принципе, там, от взрывопотребления, скажем, да? 679 тысяч детей. Вот. Ну, она говорит, как вы думаете, это правдивые данные? Ну, мы как бы промолчали. Ну, потом кто-то там, наверное, или что, но она сказала, да, типа, говорит, это неправильно. Потому что, говорит, во-первых, никто из родителей, кто бьёт своего ребёнка или там, допустим, сексуально насилует, не станет бегать, об этом рассказывать. А вы знаете, в общем, это то, где официально зафиксировано и доказано. Когда кто-то узнал их слове. Да. Когда узнали, доказали. Короче, это миллион детей страдает. Ежегодно. Легко. Да. И она говорит, что, в основном, и говорит, что ужасно говорит, да, что покрывают не только родители, ну, вот, допустим, один родитель что-то делает, да, и, естественно, о себе он ничего не расскажет, не рассказывает и второй, который, может быть, не согласен с позицией своего партнёра, супруга, да, но он покрывает, потому что, во-первых, не хочется портить, типа, ну, лицо, имидж семьи. Покрывают также и бабушки, и дедушки злоупотребления в семье. И вот, возвращаясь к этой истории, от бабушки поступило предложение, что надо этот факт скрыть. И вся эта тройка втроём, они расчинили эту девочку и, в общем, ну, сделали так, чтобы её находили по очень маленькому участию. И как узнали всё? Ну, нашли, наверное, какую-то займу. Дальше она нам не рассказывала. Но она сказала, что это было в нашей вере. После этого, ну, дальше мы прослушали лекцию, опять же, нам дали чёткие установки, что мы, как будущие, те, кто будет с детьми работать, куда мы должны обращаться, как это всё... Ну, короче, учитывая, что я беру два класса, которые, ну, по идее, я должна была брать вначале один, потом второй, но я их беру в один период, я фактически одно и то же, только на одном уроке более углублённо изучаю. Вот, нам, я опять... Ну, зато я хорошо знаю, куда обращаться, если что, и как составлять репорт. Как это важно, что это не наше дело разбираться в семье, наше дело донести до служб, которые должны вывернуть эту семью наизнанку, чтобы узнать, что там было и почему, допустим, ребёнок пришёл с синяком, или почему ребёнок пришёл. И вот, кстати, в отличие от той учительницы, она свято верит, что взрывопотребления в системе нету, да, и что нужно о любой, о мелочи репортовать, потому что вот от такой мелочи, как она говорит, лично я, она говорит, я не верю, что это был первый раз, когда эту девочку били в дом. И она говорит, я не верю, что тот, кто двухгодоварому ребёнку кормит, его купает, так как девочка ходила в пресс-клуб, да, что на нём не было каких-то синяков на этом ребёнке. Говорит, что это получается как халатность тех, кто... Говорит, мы система, и вы собираетесь работать в системе, и поэтому вы должны работать в системе. А потом она дала нам запомнить, она иногда даёт такой рефлекшн, она называется, и по теме того, что мы проходим, напиши, вот, когда мы мозг проходили, детей и устройство памяти, да, мы писали о том, что напиши, что ты помнишь, там, допустим, из своего раннего детства. А сегодня она предложила запомнить о том, какие вы родители, какой стиль родительства, всего их четыре стиля, и какой вот у тебя. Или каким... Ну вот, мне кажется, заполнять было легче тем, у кого детей нет, да, и при этом, так как на этом классе, каким они будут, каким бы они хотели быть, да. На этом классе у нас больше взрослых людей, кто уже родитель. И она сказала, вот, с очень-очень серьёзным лицом. Она говорит, я вас очень попрошу с одной стороны писать честно, а с другой стороны знайте, что я буду репортовать вначале в колледж, а потом, вы, говорит, знаете, процедуру. Она сказала, что о том, что я посчитаю нужным после этой работы, я буду репортовать вначале, ну, потому что у нас есть ступень, типа она работает в колледже. Есть случаи, когда, как нам, ну, по этой системе, грубо говоря, если, ну, ребёнок пришёл, скажем, синяком в области бедра, да, ну, там не от ладошки, а просто синяком, то нужно это обсудить, допустим, написать. Ну, вот я бы пошла к нашему директору, допустим, составила репорт. А если ребёнок пришёл, там, ну, грубо говоря, я не знаю, там, с подтёками на гениталиях, там, или ещё что-то, понятно, что уже и директоров бобок, у всех, и мы уже прям в самый верх. Она сказала, что имейте в виду, типа... Уж не глупенькая, где она. Она предупредила просто. Она говорит, что я буду, типа... То есть кто-то напишет на себя плохо? Ну, пик. Она говорит, я вас спрашиваю, один, это те, кто, родители, которые очень сильно много опекают ребёнка, и это очень плохо, которые, родители, которые давят, у ребёнка нету возможности решать что-то за себя, ребёнка всегда контролируют, и получается, что у ребёнок вырастает с очень низкой самооценкой. Всю жизнь он сравнивает себя с другими детьми. А как я, типа, получше их, похуже? Потому что для него очень важно вот это вот одобрение от мамы и папы. Второй — это родители, которые ведут диалог с детьми, которые стараются быть на одном уровне с ними, но у которых есть чёткие барьеры. Да, мы тебе вот как бы, ну... Ну, грубо говоря, это принцип еврейской бабушки. Вылить шанельку номер пять — это нормально. Покрасить кота в зелёный цвет — это тоже хорошо. А вот настучать больному дедушке по голове бейсбольной битой — это плохо, за это будем воспитывать, понимаешь? Разные, как тебе сказать, ну, есть чёткие вроде как и правила, да, чёткие разделения, что плохо, что хорошо, и ребёнок точно знает, что за нарушение правила у него последует какая-то реакция у родителей. Ну, естественно, здесь не говорится о физическом каком-то наказании. Ну, грубо говоря, ребёнок знает, что вот там он что-то сделал, за это он сегодня там единолично убирает за всеми со стора, там, допустим, или он за сторон там что-то там, ну, делал то, что вот не положено, да, баровался за сторон. Значит, чёткое следует... У ребёнка всё чётко как бы, ну, есть, как это правильно сказать, она так интересно говорит, мне у срос... Ну, вот мне, честно говоря, на русском сложно передавать уже. Скажи по-английски. Ну, и на английском тоже, потому что вот такая сложная ситуация. Ну, вот. Третий — это родители, которые пренебрегают своими обязанностями, да. Это родители, которые спихивают своих детей на других людей, ну, допустим, на бабушку, на дедушку, которые думают больше о себе, в первую очередь, если они пришли с работы, ну, там, вместе пришли домой, они, в первую очередь, покормят себя, а потом уже детей, ну, вот. И четвёртый — это родители, которые... Как-то... Дают ребёнку на всё разрешение. Стараются ребёнку во всём угодить. Стараются, чтобы ребёнок никогда не был огорчён. Ты хочешь игрушку — отлично. Ты хочешь, там, блин, собачку — ещё лучше. Ты хочешь не идти сегодня в школу — хорошо, я вхожу в твоё положение, ты не идёшь в школу. Любя и стараясь как... Стараясь показать свою любовь всё разрешение, да, родители тем самым будут уродовать детей. Короче, самое лучшее второй тема. Да. Ну, и вот я писала этот рефлекшн, как бы, на эту тему. Мы во втором, типа, я надеюсь? Я считаю, я думаю, я надеюсь, что мы во втором находимся, да. Ну, вот ты знаешь, что... А в конце я приписал, что, наверное, по Сашке, Зайк, мы всё-таки последние. Мы Сашке очень много, чтобы вот он не расстраивался, чтобы он... Так, сейчас ты меня расстраиваешь, старшего ребёнка, так скажем. Ну, во-первых, тем, что ты написала, во-вторых, нормально мы Сашку, что мы Сашку Зайк. Нет, ну, мне кажется из-за того, что вот... Да это тебе кажется. Я потом подходила с нашей Хиллари, обсуждала это не с профессором, а с профессора учебником, и говорю, ну, учебником, помощником. Я подошла, говорю, а вот может быть, чтобы в семье было, как бы, ну, вот основной, вот такой вот стиль, как бы, воспитания, и вот немножечко вот такого. Она говорит, да, говорит, это может быть. Я говорю, вот просто у нас, говорю, вот такая ситуация. У нас маленький ребёнок, я сказала, я больше стилей. Ну, в первых, не маленький. Я говорю, у нас младший ребёнок, и говорю, он имел, говорю... Я сейчас говорю, как-то странно, да. Ну, и я ей объясняю, что вот и по детству были ситуации, когда мы несколько раз его чуть не потеряли, потом вот у него появилось заболевание туда-сюда. И говорю, вот мы как-то вокруг него, вот, ну, получается, мы стараемся, вот, говорю, были ситуации, что когда он начинал плакать, мы старались не давать ему плакать, мы всячески... Ну, получается, зайка, мы ему угождали, как бы, да, чтобы он не плакал. Ну, Зая, ну, ты же прекрасно знаешь ситуацию, что мы старались не давать ему лишнего за плакать. Нет, ну, мы его останавливали. Вот, и мы с ней стояли, разговаривали, она сказала, что, говорит, не переживай, говорит, ну, это, говорит, нормально, говорит, особенно, если, говорит, типа, ребёнок маленький, конечно, говорит, младшему ребёнку в семье всегда, говорит, дозволено больше, чем в старше. Вот, и вот просто я вот так вот подумала и решила. Мне кажется, ты опять лишнего волнуешься и лишнего думаешь. Нет, Серёж, ну, согласись, что мы Саше больше разрешаем, и когда Саша был ещё меньше, мы, боясь, чтобы вот он не начинал нервничать, мы старались как-то вот делать, чтобы он не нервничал. Да, нет, мы не соглашусь. А я наоборот. Не знаю, это тебе так хочется, кажется. Что значит хочется? Нормально мы воспитываем, и всё, мы это самое. Так понятно, что нормально, и Саша тоже покрыт вторым, так сказать, стилем воспитания. Но чуть-чуть ему всё-таки угождаем, наверное. Да нет, угождаем ему всем, ни меньше, ни больше. Это ты уже, опять же, от того, что хочешь ему больше угодить, перекладываешься на него вот это вот второе, это самое. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, что-то. Ну что, давай, подводить итоги. Ну, я говорю, что, блин, учительница, конечно, умеет. А, в течение лекции там все под впечатлением от того, что она рассказала. Блин, я говорю, там, блин, капают все, грубо говоря, валерьянку, девка подымает, ну, девчонка, в смысле, девка, ну, скажем, как я про неё подумаю. Девка подымает руку и говорит, типа, извините, у вас кипяточка? Нет, я вообще охренела, если честно, от вопроса, да. Думаю, я не понял, ей уже настолько плохо, что ей кипяточек надо, да. Она доставила этот стаканчик, вот как для, ну, Роллтон же бывает в пакетиках, ну, не Роллтона, ну, я называю Роллтон, да, а бывает в стаканчике. И говорит, типа, очень кушать хочется. Ей принесли кипяточка со школы, с этого, ну, с учительского центра, она залила и подождалась, пока они приготовились, и сидела, пахла на весь класс макарон. Да. Зато теперь мы знаем, зачем нашему профессору помощник, чтобы макароны заваривать ученикам. Нет, ну, на самом деле, Хилари, это, конечно, молодец. Учитель, как она так быстро записывает? Учительница не закончила фразу, она уже на доске, краткие какие-то заметки. Вот помимо того, что учитель читает лекции, и идут вот эти слайды, которые мы записываем, она же еще что-то от себя постоянно, какие-то примеры приводит. И она это все, она с такой скоростью пишет, да. Ну, у меня нет слов. Ну, она не полностью с лоба в с лоба, да, но она хоп, быстро все это компонует, компонует в короткие заметки. Училась? Наверное. Ну, все. Ну, в общем, такой вот грустный студенческий блог. Ну, он грустный. Ну, он грустный. Поэтому, если честно, я думаю, что если ты с мальчиками приедешь, мне не забирать, чтобы мне это вообще не записывать. Потому что, ну, я бы не хотела при детях все это рассказывать, учитывая, ну, что дети-то уже все понимают. Ну, вообще, короче. Лучше и как этого оградить пока. Я думаю, что, в принципе, лучше ограждать. И что дети-то, как они не знают. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пишите комментарии. И увидимся. Увидимся. В студенческом, да, в понедельник. А так может еще пока. Все, всем бай-бай, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok